всем привет дорогие друзья вы на канале шьем с иришей с вами ирина коновал и на этом канале мы шьем моделируем конструируем занимаемся всяческим рукоделием в том числе у нас недавно открылся клуб шитья и рукоделия куда я вас сердечно приглашаю а сегодняшний урок будет посвящен именно моделированию моделированию французской вытачки это очень интересная тема потому что французская вытачка она очень подчеркивает фигуру стройнит ее и кстати сказать это вытачка отлично подходит для размеров больше среднего туда прекрасно помещается объемная грудь все это красиво можно обыграть и если вы делаете изделие из полоски или клетки то вот эта боковая часть как раз становится по косой и клетка или полоска сама собой начинает играть и это становится еще интереснее и так передо мной базовая основа с нагрудной вытачкой обыкновенная базовая основа по любой методике там где есть нагрудная вытачка там где вы можете сделать платье футляр и что-то подобное и сразу хочу сказать что когда вы работаете с французской вытачкой есть несколько моментов на которые нужно обратить внимание и которые нельзя игнорировать во первых пока еще мы смотрим на базовую основу нужно понимать что эта основа должна быть не впритык она должна быть чуть-чуть полу прилегающая и плюсом к этому еще во время моделирования мы еще чуть-чуть добавим свободы по талии потому что не надо делать эту вытачку и вот так вот так вот вталиваться не надо во первых хочу сказать что французская вытачка может быть абсолютно разная также как и вот такая сильно наклонная вытачка она тоже будет французская вот не буду ее обводить фломастером потому что мы не с ней будем работать вот это тоже будет французская вытачка если поставить точку сюда это тоже будет французская вытачка вот это тоже будет французская вытачка но мы с вами будем делать вытачку которая почти почти на линии бедер вот уровень линии бедер вот окончание вытачки и И примерно на этом же месте мы и сделаем вот самый-самый кончик нашей вытачки. Вот почти вот здесь на линии бедер. Она может быть абсолютно разная. И здесь ваша рука владыка. Вы можете сами решать, какой она будет формы. Она может быть как абсолютно прямая под линейку, так и абсолютно круглая. Может быть вы захотите сделать в этой вытачке в нижней ее части карман. Поэтому эта часть нижняя должна быть сильно-сильно скругленная. Вообще бывает абсолютно по-разному. Поэтому еще раз вам говорю, что вы можете сами решать, какой формы она будет. А теперь давайте вместе с вами построим эту модельную линию. Как же у нас будет располагаться эта французская вытачка. Пойдем от вершины вытачки через талиевую вытачку и плавно будем скруглять до вот этого участка. Просто вот как идет у вас рука, вот так и делайте. Вот красиво же получилось. Можно было сразу рисовать фломастером. Вот такая линия. Как вы понимаете, эта вытачка может быть абсолютно любая. Ну вот в нашем случае мы ее сделали вот такой. Кстати, сюда отлично может попасть карман. Напишите в комментариях, хотите ли вы увидеть мастер-класс, как сделать карман во французской вытачке или в таком рельефе. Мне будет интересно, хочется ли вам увидеть его. А мы продолжаем работать дальше, потому что мы только начертили модельную линию, которая еще не французская вытачка. Нам нужно перевести сюда, вот в эту линию, талиевую вытачку. И здесь важный момент. Вот смотрите, здесь у нас талиевая вытачка целых 3 сантиметра раствором. Это не значит, что все 3 сантиметра мы переводим во французскую вытачку. Совсем не значит. Достаточно во французской вытачке 2 сантиметра. Не должно быть вот здесь вот такого приталивания, прям вот такого. Не нужно этого делать. Французская вытачка только для полуприлегающего силуэта. Поэтому из этих 3 сантиметров мы берем 2 и располагаем их определенным образом. Я знаю, что некоторые располагают вытачку, используя вот эту линию как центр. И откладывают сюда 1 сантиметр и сюда 1 сантиметр. Ну, простите, кто так делает, я так не делаю. Когда я рисую модельную линию, я хочу видеть итоговый результат, как будет выглядеть моя модельная линия. Если я сейчас прибавлю вот сюда 1 сантиметр, потом сюда прибавлю 1 сантиметр, то вот от этой модельной линии фактически не останется ничего. Она станет вот такая. Вот здесь изгиб, там изгиб, тут пошел на поворот. Сразу предупреждаю, так делаю лично я. Это мои выводы. Я считаю, что я так делаю правильно, потому что уже несколько раз замечала, что от модельной линии, которую мы вот так вот красиво вырисовываем, не остается ничего после того, как мы начинаем туда еще вталивать что-то. Поэтому, чтобы не потерять красоту этой линии, я делаю следующим образом. У нас есть 2 сантиметра, условно, да, берем какую-то цифру. 2 сантиметра наш раствор вытачки. 5 миллиметров я откладываю вот сюда, в сторону центра. Вот 5 миллиметров сюда. И 1,5 сантиметра вот сюда. Вот таким образом я располагаю талиевую вытачку. И вот моя первая сторона талиевой вытачки, французской, вот, я ее довела чуть ниже линии талии. И сейчас работаем вот с этой стороной. Общий раствор не поменялся. 2 сантиметра, как мы его запланировали, так и делаем. Можно также воспользоваться лекалом, потому что здесь линия все равно должна идти на изгиб. Да, линия хорошая. Увидели, что линия хорошая, обвожу. Ну, вот теперь вот это моя талиевая вытачка с уменьшенным раствором. И сейчас она пойдет дальше. Так как я понимаю, что вот этот раствор внизу, он тоже лишний, я на него фактически не обращаю внимания. Если вы делаете сильно приталенную вещь, вопреки тому, что я вам сейчас сказала, вам хочется французскую вытачку, и при этом сильно приталиться, действия там совершенно другие. Вот совершенно другие. Вам нужно перенести полностью весь раствор вытачки вот сюда. То есть буквально, буквально замерять и откладывать. Замерять. Вот этот участок замерять и сюда откладывать. Вот здесь замерять и вот здесь откладывать. Вот это маленькая ремарка для тех, кто все-таки, вопреки тому, что я говорю, хочет сильное приталивание. Поэтому запомните, в таком случае нужно замерять, откладывать. Если же мы делаем вот так, как я говорю, полуприлегающий силуэт, нам здесь нет необходимости вот этих вот дополнительных измерений. Человек, когда заказывает вещь с французской вытачкой, вы должны ему донести, что изделие будет полуприлегающим. Это выглядит очень красиво, выглядит это очень стильно. Поэтому здесь можно действовать на глаз. То есть фактически идем, как говорится, по приборам. Просто уводим, 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 уводим на нет вот эту выточку. И точно так же с этой стороны у нас исходная точка ясна, и нам нужно выйти в ноль вот к этому изгибу. И сейчас вот родилась буквально на ваших глазах эта французская выточка. Это еще не все моделирование, мы только перенесли с вами талевую выточку. Но я надеюсь, вы поняли, какие здесь есть важные-важные моменты и на что нужно обратить внимание. Теперь мы можем ее вырезать, но перед этим остановитесь, внимательно посмотрите, что вы сделали. И уясните важный момент, как вы будете это стачивать. Я же вас учу всегда думать на 10 шагов вперед. И вот так вот, это время настало. Когда нужно подумать, как вы будете ее стачивать. Обратите внимание на линейные размеры сторон выточки. Вот здесь невооруженным взглядом видно, что эта сторона больше, а внутренняя сторона меньше. А совмещать вам их нужно будет вот так полностью. Нельзя будет сделать так, что вот оно как выходит, вот так вот и выходит. Нет. Нужно совместить. Для того, чтобы правильно совместить эту французскую выточку, сделайте для себя несколько очень важных контрольных точек. Вот так, сантиметров через 5-6. Это уже на ваше усмотрение. Талиевая у нас здесь есть контрольная точка. Раз, два, три. Талиевая. Несколько контрольных точек. Я бы даже вот здесь сделала еще, где изгиб. Вот теперь, вот только теперь мы можем это разрезать. Разрезаю. Вырезали, но при этом остались у нас здесь контрольные точки. И сейчас хочу просто два слова сказать, что чем хороша эта французская выточка? Она хороша тем, что в нее входит и талиевая выточка, и нагрудная. И это очень и очень классно. Если вы хотите сделать французскую выточку, которая встречается вот здесь на боковом шве, вот так вот, точно то же самое, что сделали мы сейчас, точно то же самое вы делаете на спинке. Поставили здесь контрольную точку и пошли делать все точно то же самое, что мы сделали по переду. То есть вот это, если вам не надо переводить сюда нагрудную выточку. А сейчас мы в следующий уровень усложняем задачу. Сейчас мы переводим нагрудную выточку вот сюда вниз, в талиевую. Я дорезала до вершины нагрудной выточки и закрываю. Я ее закрываю, при этом открывается наша талиевая выточка. И вот смотрите, закрыла нагрудную выточку, открылась талиевая. И чем больше размер, чем больше нагрудная выточка, тем больше будет отклоняться вот так этот бачок, вплоть до того, что он встанет под 45 градусов. Поэтому я вам говорю, что если вы работаете с клеткой, полоской, с каким-то таким геометрическим рисунком, здесь у вас будет долевая по центру переда, а вот этот бачок у вас будет почти под 45 градусов. В любом случае, при состыковке будет очень классная игра полос или клеток. Поэтому пользуйтесь им, все, кто имеет особенно большую нагрудную выточку. Поэтому для пышных дам это прям идеальный вариант выточки. Несмотря на то, что у нас раскрылась таким образом вот эта сторона, мы видим, как нам ее состыковывать. Видите наши контрольные точки? Когда мы будем кроить эту выточку и когда особенно будем сметывать и стачивать, вот эти контрольные точки будут вашей палочкой-выручалочкой. Ну, казалось бы, все, но нет. Здесь есть важные моменты. Во-первых, вот эту точку не зря мы поставили вначале. Вот она. Это вершина талиевой выточки. Она здесь ниже нагрудной выточки на 2,5 см. Это идеальный вариант для начала французской выточки. Французская выточка никогда не должна доходить до центра груди, до самой выпуклой части. Нет. Она должна быть ниже примерно на 2-3 см. В зависимости от того, насколько мягкая ткань. Поэтому 2,5 см в моем случае идеальное начало для того, чтобы сделать французскую выточку. И идем сюда дальше. Так как вот эта часть более косая, но линейные размеры у нее короче, при работе с ней мы эту часть будем немножко вытягивать вот эту сторону, а вот эту сторону будем немножко припосаживать. Если вы хотите посмотреть буквально, как это делать, я специально для вас запишу следующий урок, как я это краю, как я это сметываю, как стачиваю, а самое главное здесь будет влажно-тепловая обработка. На самом деле там все будет важно, потому что все состоит из таких нюансов и мелочей. То есть, во-первых, во время кроя вы поняли, что вершиной выточки будет вот эта точка, мы сюда до верха не доходим, и во-вторых, вот этот хвостик. Вот дайте себе чуть-чуть люфта. К этому хвостику вот сюда, вот в этой точке, вот сам хвостик вот сюда, раз, и увеличьте его, напишу, плюс 0,5, 0,7, вот сюда, вот этот хвостик увеличьте, чтобы когда вы будете все это сметывать, вы могли иметь чуть-чуть свободы движения, потому что ткани бывают разные, и вы можете сделать так, что вот вы сметывали-сметывали, и у вас вот буквально чуть-чуть не хватило до того, чтобы сделать правильный боковой шов. Поэтому дайте себе здесь чуть-чуть свободы в виде 5 или 7 миллиметров. Поэтому вот такие нюансы хотела вам сегодня рассказать. Вот так выглядит французская выточка. Она прекрасна, хорошенькая выточка, она выглядит на фигуре очень изысканно. Если особенно это какая-то ткань фактурная, или на которой будет видно, как располагается долевая, поперечная и косая нить, будет выглядеть очень классно. Важные моменты мы с вами здесь подчеркнули. Во-первых, вершина выточки спускается на 2-3 сантиметра вниз. Контрольные точки мы ставим не сейчас, мы не измеряем ничего, а контрольные точки мы ставим, когда эта выточка еще не разрезана, когда она еще вся целая. Вот тогда мы ставим эти контрольные точки, на которые будем ориентироваться потом. Поэтому всегда думаем на 10 шагов вперед. третий момент 5-7 миллиметров дать этому хвостику. Четвертый момент это полуприлегающий силуэт. Если вам кто-то слезно вас просит, сделайте мне платье с французской вытачкой, но сильно-сильно в обтяжку, не соглашайтесь, потому что вот этот бачок он будет немножко всегда из-за того, что он становится часто, он становится и не под 45 градусов и не по долевой он может дать вам немножко больше работы. Но справиться совсем можно. У нас есть влажно-тепловая обработка, у нас есть знания и умения в руках. А если вы хотите посмотреть, как эту вытачку правильно раскроить, правильно сметать, стачать и сделать хорошую влажно-тепловую обработку, обязательно напишите в комментариях, потому что если будет много комментариев, я запишу этот урок специально для вас. Ну а мне было приятно сегодня показать вам этот мастер-класс. Вот такое нехитрое моделирование с кучей нюансов. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш канал, все, кто еще не подписался, присоединяйтесь к нам в клуб шитья и рукоделия, там уже очень замечательная и добрая и душевная аудитория, которая любит творить, шить, рукодельничать, так что я уверена, что вам тоже туда нужно. Приобретайте наши курсы и наш великолепный высококачественный инструмент. Ну а я с вами прощаюсь до следующего практического занятия. Оставайтесь с нами ваша Ириша. Он располагался бы прямо вот в этой вытачке в нижней его части, в нижней ее части. И, кстати, французская вытачка отлично подходит для чуть больших размеров. Как это сказать? Выглядит это еще интереснее.